Всем привет! Сегодня приготовим очень летний фруктовый торт со взбитыми сливками. Для начала приготовим бисквит на горячем молоке. Яйца смешиваем с сахаром и ванилью. Это может быть ванильная паста, ванильный экстракт или ванильный сахар. Взбиваем миксером на высокой скорости около 10 минут до появления плотной пышной пены. Яйчная масса готова. Теперь смешиваем сливочное масло и молоко. В микроволновке либо в сотейнике доводим молоко до кипения и растворяем сливочное масло. Муку слегка смешиваем с разрыхлителем и солью и частями просеиваем в яичную массу. Очень аккуратно смешиваем силиконовой лопаткой движениями снизу вверх. Далее по стенке вливаем горячее молоко. Если оно уже успело остыть, то можете его подогреть. Такими же аккуратными движениями продолжаем перемешивать тесто до полной однородности. Выпекать бисквит буду в кольце диаметром 16 см. Температура выпечки 160 градусов по времени примерно 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если выходит полностью сухая, значит бисквит готов. Но первые 20 минут духовку не открываем. Готовый бисквит остужаем на решетке, можно перевернуть его головой вниз. Снимаем фольгу, вырезаем его из кольца. Бисквит получается высокий, примерно 7 см. Его можно разрезать как на 3, так и на 4 коржа. Желательно завернуть его в пленку и оставить в холодильнике минимум на 3 часа, а еще лучше на ночь. Тогда он станет более влажным и будет меньше крошиться при нарезке. Далее готовим фруктовое жилет для начинки. Здесь у меня 2 кольца диаметром 14 см, но необходимо обернуть пищевой пленкой. Для того, чтобы пленка лучше прилипала, смазываем бока водой и очень плотно натягиваем пленку. Желатин замачиваем в холодной воде. Формочки ставим на твердую ровную поверхность, нарезаем небольшими кубиками фрукты, затем выкладываем их на дно. Сотейник с питьевой водой ставим на огонь. Всыпаем сахар и ждем, пока он полностью растворится. По желанию можно добавить немного лимонного сока для вкуса. Далее в сахарный сироп отправляем набухший желатин. Если сироп очень горячий, то остужаем его примерно до 60 градусов. Очень хорошо перемешиваем и смотрим, чтобы не осталось никаких крупинок. Затем аккуратно заливаем фрукты. Ягоды и фрукты можно использовать любые, за исключением киви и ананаса. Если вы их используете в свежем виде, то необходимо проварить их пару минут, иначе желе может не застыть. Для застывания ставим его в холодильник примерно на 2 часа. Бисквит отлежался у меня в холодильнике всю ночь, теперь нарезаем его на 3 равных коржа. Бисквит на горячем молоке получается средне-влажный и его можно не пропитывать. В качестве крема для этого торта я буду использовать взбитые сливки. Сливки берем хорошо охлажденные, жирностью не менее 30%. Добавляем сахарную пудру и начинаем взбивать миксером. Крем не должен быть очень плотный, взбиваем его в максимум до средних пиков. Застывшее желе освобождаем от пленки. Теперь приступаем к сборке торта. Ставим небольшую точку из крема на подложку или на поверхность, на которую вы будете собирать торт. И устанавливаем первый корж. Отсаживаем небольшое количество крема и разравниваем. Затем берем желе и ставим прямо с кольцом по центру бисквита. И только после этого вырезаем его из кольца. Сбоку и сверху отсаживаем небольшое количество крема. По такому же принципу собираем второй слой. Бока и верх торта смазываем остатками крема. Торт ставим в холодильник примерно на 3-4 часа. Для декора приготовим бисквит с рисунком. Нам понадобится сливочное масло комнатной температуры и сахарная пудра. Взбиваем 1 минуту. Сюда же добавляем яичный белок. Нам понадобится всего лишь 20 грамм. Остальное яйцо пойдет в бисквит. Взбиваем недолго, еще буквально 30-40 секунд. Затем добавляем муку и еще раз хорошо смешиваем. Должна получиться вот такая густая паста. Мне нужен более светлый оттенок, поэтому добавляю сюда порошковый белый краситель. Пасту перекладываем в кондитерский мешок. Для выпечки бисквита берите хороший пергамент, силиконизированный, для того, чтобы рисунок хорошо отходил. Под бумагу подкладываем рисунок, либо какой-то узор и сверху отсаживаем рисовальную пасту. Если есть какие-то просветы между пастой и бумагой, лучше подправить их зубочисткой, для того, чтобы рисунок был четкий и не сливался. Заготовку ставим в морозильник. Далее готовим простой классический бисквит. Яйца с сахаром взбиваем 10 минут. Просеиваем муку и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой. Тесто делю на 2 части. Одну буду окрашивать в розовый цвет, а вторую в оранжевую, с легким намеком на начинку. Красители использую гелевые водорастворимые от Cake Colors. Готовое тесто перекладываем в кондитерские мешки. Теперь заполняю рисунок. Сверху отсаживаю оставшееся тесто и немного можно постучать об стол, чтобы оно разровнялось. Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 6-7 минут. Даем бисквиту немного остыть, а затем аккуратно снимаем пергамент. Немного нелогично я расположила ромбы, поэтому пришлось немного подрезать. Замеряем высоту торта и отрезаем нужную полоску. Далее обтягиваем торт. Если крем подсох, то его лучше обновить. Боковые полоски лучше отрезать чуть выше, чем сам торт. Тогда можно будет утопить центральную часть и не будет бокового шва. После того, как обтянули торт бисквитом, даем ему постоять в холодильнике, для того, чтобы он хорошо приклеился и не отходил от торта. Я буду резать сразу. Торт получается очень нежный. В нем идеально сочетаются свежие фрукты и крем из взбитых сливок. Думаю, что в летнее время он будет очень актуален. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Продолжение следует...